Наш регион активно готовится к паводку. Снега местами по области уже выпало на 25% больше, чем в прошлом году. В Тобольске обещают подъем воды до 9 метров. В 2016-м, напомню, там самый пик было 8,80. Тогда вода отрезала сообщения с десятками поселков района. Самой сложной была ситуация в Ишиме. Чтобы защитить дома от потопления, в этом году русло рек уже сейчас чистят и днем и ночью. В планах построят еще и водоотводной канал. Подробности узнала Оксана Павловна. Четыре мастера из Красноярска работают круглосуточно, сменяя друг друга на экскаваторах. Чистка русел и рек и озер – их привычная работа. В Ишимском районе им предстоит расчистить 8 километров карасуля. Половина уже сделана. Работы начали в конце января, закончить надо к апрелю. Замеряем, ставим отметки, сколько за ночь проходим, сколько днем. Ночью, конечно, не такая производительность, как днем. Но все равно сроки короткие, и поэтому такие быстрые темпы. На протяжении 30 километров реки расчищать будут 6 самых непроходимых участков. Сейчас работают в районе села Борового. Три населенных пункта расположены на берегу карасуля, неподалеку от устья, где малая река впадает в большую, в Ишим. В первую очередь у нас большой остров. Каждый год страдает от этого. Вот прошлый год показало, что возможно даже могло было быть подтопление деревни Заврахиной и села Борового, потому что две улицы расположены на берегу реки Карасуль. В прошлом году Надежда Кондратова уже собиралась эвакуировать семью. Мост через речку затопило, и вода подошла к дому. Уверена, что если русло почистят, наводнение можно будет избежать. Если сейчас это уберут, то мы надеемся, что у нас разлива такого не будет, как возможно ожидается. Будем надеяться, что нас затопление обойдет стороной благодаря вот этим мероприятиям. Помимо расчистки русла в районе было решено разгрузить мергеньку, которая впадает в Карасуль и пополняет ее воды своими. Мы планируем произвести строительство водоотводного канала для сброса части вод из озера Сухого, куда впадает мергенька, для того, чтобы понизить уровень воды в реке Карасуль, в весенний паводок, и напрямую сбросить уже эти воды в реку Ишим. Сейчас на водоотводной канал готовится проект приступить к строительству и закончить его необходимо до апреля. Зана Павлова, Евгений Питько, Тюменское время.